Это Нептун. Следующая остановка – Плутон. Осторожно, двери закрываются. Однажды технологии будущего позволят преодолеть промежуток от Нептуна до Плутона так же легко, как проехаться от одной станции метро до другой. На Плутоне есть огромные ледяные горы, долины, которые простираются дальше, чем видно глазу, 257 километров кратеров, почти таких же больших, как самый большой земной, и при этом безжизненных. Причина очевидна – большое расстояние между Плутоном и Солнцем обеспечивает низкие температуры. А еще это путешествие в несколько миллиардов километров. Плутон даже меньше Луны, и если бы на него вдруг пожаловали люди, то совсем скоро на нем стало бы довольно тесно. Тем не менее, есть одна причина, по которой Плутон однажды может стать обитаемым. У Солнца есть определенные внутренние циклы. Наша Солнечная система была ничем иным, как облаком газа и пыли. В результате гравитационного коллапса в центре этого облака газ и пыль начали собираться в определенных, более плотных местах. С течением времени они притягивали все больше и больше материи, и нечто, называемое импульсом сохранения, из-за огромного давления заставляло массу вращаться и нагреваться. Позже появился диск, очень похожий на тот, что есть у Сатурна, но состоявший из совершенно других веществ. В его центре находился шар, который в конечном итоге превратился в Солнце. Протозвезда. Это звезда на начальной стадии, которая все еще набирает массу, и это именно то, чем было Солнце до того, как температура и давление внутри него зажгли его ядро. Миллионы лет спустя оно превратилось в Солнце, которое мы видим каждый день, но таким оно будет не всегда. Оно будет нагреваться все сильнее, становиться все больше и плотнее, и со временем превратиться в красного гиганта. Однажды оно может увеличиться настолько, что поглотит Венеру и Меркурий. И, скорее всего, рано или поздно поглотит и Землю. Даже если этого не случится, Солнце может приблизиться к Земле на критическое расстояние. Если это произойдет, то жизнь на нашей планете просто исчезнет. Затем, за очень непродолжительное время, Солнце потеряет около 40% своей массы и уменьшится в размерах примерно в 10 раз. После этого оно будет уже не таким ярким и горячим, как раньше. К этому моменту Земля уже пустеет. Люди начнут путешествовать по космосу и расселятся по другим планетам. Например, отправятся на экзопланету Кеплер-62Ф, которая по размерам немного больше нашей Земли. За это время Плутон изменится. Когда-то все ресурсы были просто заморожены в недрах карликовой планеты, в том числе вода, метан и угарный газ. Но по мере того, как Солнце дойдет до пика яркости, Плутон начнет медленно нагреваться и потеряет многое из того, что у него было. На нем начнет формироваться атмосфера, и если она станет достаточно плотной, это создаст благоприятные условия для жизни. В таком случае какой-то небольшой процент человечества смог бы основать здесь колонии. Итак, погода стоит замечательная. Хоть футболку надевай. Чем-то даже напоминает Землю. Большие влажные каньоны, прекрасные бесконечные поля с деревьями, где много места, чтобы бегать, и водоемы с чистой минеральной водой, которую можно пить. Вращение Плутона отличается от вращения Земли. Земные сутки длятся 24 часа, и иногда даже кажется, что этот день никогда не закончится. Но на Плутоне полный оборот занимает 153 часа, потому что он находится довольно далеко от Солнца. После долгих часов без сна мы устаем, и наши глаза краснеют. Это означает, что на Плутоне нам придется спать по несколько раз в день. Год на Плутоне равен 248 зимным годам. Если не придумать какую-нибудь технологию, которая позволит нам жить долго, наша продолжительность жизни на карликовой планете будет составлять меньше полугода. Таким образом, дома на Плутоне, возможно, придется оборудовать криокамерами. Каждый раз, когда вы захотите поспать, можно будет запрыгнуть в криокамеру и проснуться дней через 50. На карликовой планете также есть моря и пляжи, так что она очень похожа на крошечную Землю, далекую от реальной Земли. Еда на Плутоне будет довольно вкусная. Может быть, мы даже придумаем способ сделать ингредиенты еще вкуснее и даже попытаемся ускорить их рост во время поездки. Например, вы сажаете морковь, а через пару дней она уже у вас в салате. На Плутоне могут появиться и какие-то новые ингредиенты для наших салатов. Может быть, двухметровые грибы, которых мы никогда раньше не видели. Животные, которых мы возьмем с собой в путешествия, со временем эволюционируют и адаптируются к новой среде обитания. Закон джунглей тоже может немного измениться. Львы, возможно, больше не будут царями. Главными станут олени, и их рога увеличатся в два раза. Большинство существ, которые здесь уже были, жили под водой. Но со временем амфибии начнут перемещаться на поверхность, как это было и на Земле в самом начале жизни. Однако Плутон мог бы стать нашим домом лишь на время. Как только Солнце достигнет своей заключительной фазы и уменьшится, Плутон снова замерзнет и опять станет безжизненным. И людям придется искать планету, которая, скорее всего, будет находиться в зоне Златовласки в другой галактике. Зона Златовласки – расстояние от такой звезды, как Солнце, где температура идеально подходит для того, чтобы вода оставалась жидкой. Именно таких условных зон придерживаются ученые при поиске потенциально обитаемых планет. Можно попробовать создать новые колонии на одной из таких планет, или даже попытаться создать собственный искусственный дом. Не совсем планету или космический корабль, а некую комбинацию и того, и другого. Что-то огромное, построенное прямо в космосе, скажем, колесо с собственной гравитацией. Оно отправится в космос к новой экзопланете и будет способно вместить в себя целые государства. Такое путешествие может стать возможным, потому что Солнце сначала слишком сильно увеличится, а затем, достигнув кульминации своего жизненного цикла, превратится в белого карлика. Это будет очень долгое путешествие, в котором сменится большое количество поколений. У вас будет выбор – проспать весь путь, пока люди не достигнут новой экзопланеты, или просто наслаждаться путешествием на этом фантастическом космическом корабле. На борту будут огромные торговые центры, даже больше, чем на Земле, большие футуристические города и даже искусственно созданные поля с богатой почвой. И вот, наконец, после долгого путешествия вы прибудете на экзопланету. В чем-то она даже лучше, чем наша старая Земля. Планета гигантская, и на ней больше континентов. Центр континентов находится не так далеко от океанов, а это значит, что там не так много пустынных районов. И хотя Солнце этой планеты – оранжевый карлик, оно не такое горячее, как наше Солнце, которое изначально было желтым карликом. Оно немного меньше, но зато оранжевые карлики живут намного дольше. Они остаются стабильными в течение 15-45 миллиардов лет. Несмотря на это, в Новом Доме полно тропических лесов, потому что сама планета теплее. А значит, больше биоразнообразия и существ, которых мы никогда раньше не видели. Но даже если там и нет ничего подходящего, мы могли бы попытаться изменить климатические условия планеты. Если взять в качестве примера Марс, можно было бы создать парниковый эффект, разбив богатый льдом кометы и выделив из них аммиак, чтобы немного подогреть планету. А еще можно было бы начать высаживать деревья. Для этого нам, вероятно, понадобится земная почва, или придется как-то модифицировать почву Марса таким образом, чтобы она стала похожей на нашу. Рано или поздно атмосфера станет похожей на земную, и благодаря деревьям мы сможем дышать. Затем можно будет растопить полярные ледяные шапки Марса, и там появится вода. Проблема в солнечных ветрах и солнечных взрывах, они могут лишить Марс атмосферы так же быстро, как мы можем ее создать, если не быстрее. А еще там нет магнитосферы, то есть нет защиты от радиации. Так что в долгосрочной перспективе Марс не такой уж хороший выбор. Скорее всего, идеальная планета находится где-то на дальних рубежах космоса и просто, просто ждет, когда мы ее обнаружим. Редактор субтитров А.Семкин